Так, приступим. Тест звучания магнитолы GEC-RV-NB-70. Включаем магнитолу. Песня скачана из YouTube специального раздела для авторов. Так что, я думаю, их не заблокирует. Это первая песня в таком интересном жанре. Настройки эквалайзера. Басы по минимуму. Выключат бас. Эквалайзер включен на клейер. Чистый звук типа. Басы полностью выключены. Положение рукояткой громкости находится на 10%. На отметке 10%. Сейчас 30%. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, в общем, я прибавлял до 13%. Кстати, камера от магнитопона находится примерно в метре... Метр двадцать. Расстояние... Одного метра двадцать сантиметров. Тоже очень маловажно. Итак, вторая композиция. В жанре поп-танцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настройки эквалайзера я не изменяю. Это самый минимум басок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, все понятно. Ну и далее уже идет, мне кажется, для него сложноватый жанр. Это джаз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна композиция. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Далее мы сделаем следующее. Установим воспроизведение. Сейчас я полностью добавлю все басы, что есть. Это рукоятка сабвуфера в положение 6. Саунд моды в положение бит. И протестируем на какую же частоту он настроен фазоинвертор сабвуфером в этой магнитолке. В принципе я знаю уже на какую частоту он рассчитан, но сейчас подают 30 Гц синусоида. Я, честно говоря, не пойму. Все устанавливаем. Переходим в аудиоин, потому что я буду подавать с телефона синусоиду. Так, попробуем. Так, синусоида 30 Гц. Положение рукоятки громкости 13. То есть, ну, короче говоря, полный ноль абсолютно. Еле-еле какое-то хрипение, больше ничего. Далее подадим синусоиду 40 Гц. Уже слышнее. Уже что-то рудит. Что-то возмущается. 50 Гц синусоида. Ну, тут, конечно, уже звук повеселее, но все равно еле слышно. Так, и вот, мне кажется, для него самый оптимальный вариант – это 60. При 60 Гц громкость вполне приличная, но все равно слышно как бы не особо. И еще есть один тестовый сигнал от 20 Гц до 20 тысяч килогерц. Так, до 20 килогерц так повышается. То есть, слышите, с повышением частоты громкость возрастает. Это говорит о пропускной способности акустической системы. Сейчас я немножко громкость убаю, так как это уже более корректно для акустической системы частота. И она очень сильно раскачивает. Так. Три. 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 Продолжение следует... Ну, и автомобильный САП... Как бы он трясет, качает. Ну, и закончим обзор с той песни, с которой, собственно, и начинали. Она мне, кстати, очень нравится. Ну, не песня, а музыка эта. Да, вот это, в общем, на всех басах она, когда будет. Короче, качает, реально. Первый раз мы услышали, когда все басы были выключены. И положение этой группы было на 13, сейчас на 10, и все басы включены. И на руке, как-то, буфера на 6, и... Как бы лайзер сам новый, поставлю на бит самую басистину. Так, второй трек. Ну, что хочу сказать... Хоть и бас такой глуховатый, но... Басы, да, басов очень много, басов... Ну, конечно, возвращаемся сейчас в ЖАНС, включим на таких настройках. Вы знаете, тоже прилично. Сейчас отключу рукоятку сабвуфера, выключу на один. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова